Дорогие гости, я хочу сказать, что театр это давняя русская традиция, а когда... и самое главное, театр всегда жил в семье русских дворян, а затем русских служащих. Они устраивали так называемые домашние спектакли, также точно приглашали гостей и прямо в самой обычной комнате рассаживали различные пьесы. И вот наш театр, Белохоломницкий театр юного зрителя, сегодня такой эксперимент проводит. Кто же пытается вам показать пример домашнего театра? Вы сейчас увидите отрывок из пьесы Фёдора Солодова «Льда одежного сердца». Владимир Васильевич, это поэт. Так, как разговаривать при помощи веера? С раскрытым веером. Я вас не люблю помахать веером, опущенным вниз. Я вас не люблю. Я вас не люблю. Подойдите ко мне. Помахать веером в сторону того, кому этот знак относится. Подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Я должна вас избегать. Раскрыть веер над головой. Я должна вас избегать. Я должна вас избегать. Закрытый веер. Тише нас могут услышать. Дотронуться до губ. Тише нас могут услышать. Тише нас могут услышать. Не выдавайте нас. Дотронуться до левого уха. Не выдавайте нас. Не выдавайте нас. Уходите. Мне с вами скучно. Позевать прикрывшись веером. Уходите. Мне с вами скучно. Я вас люблю. Дотронуться веером до сердца. Я вас люблю. Ой, Машенька, да пора мне замуж. Но ведь в среднюю вечерину сил не достает. Сегодня на вечере будет князь Курдюков. Постарайся ему понравиться. Фи, маман, он же старик. О, старик. Зато деньги у него молодые. Хотя у нас еще один есть. Сашенька Золотников. Говорят, у него два миллиона. Так что не упусти. Помнишь, как я тебя учила? Выйти замуж, пустяки. Главное, что после. Либо скачешь впереди, Либо трешься возле. Будешь, люди, разводить. Значит, дура будешь. Взял табу, изволь платить, Если правда любишь. Любовь, послышит и предмет. А нам в рублях не считается. Но все ж безденья счастья нет. А при деньгах... А при деньгах... А при деньгах... А при деньгах... Бывает... Слушай... Кубыркины приехали. У-у-у-у... Агрофена Григорьевна... Дарья Семеновна... М-м-м-м... Проходите, пожалуйста. Это дювар ваша, матушка, что ли? Дювар, маменька. У генеральшей Охлёбовой точно такой же. Скажите, как в Петербурге все живут? А вы давно у нас не были, да? Пятнадцать лет. Пятнадцать лет. Шутка сказать. Однако надо признаться, дорогонька у вас. Ну да, идёшь. Подумать только. Говядина филей тридцать четыре копейки. А квартиру себе наняла. Такую у нас в Тамбове стряпчий не стал бы жить. Помилуйте, за что ни возьмись, куда ни посмотри другом. Такая дороговизна, такая шарите. Шарте, маменька. А всё одно. А игрываете ли вы в карточки, Агрофена Григорьевна? Страстная охотница, матушка. Да только так. Из интереса по маленькой. Собачокс. А ваше платье жито дома? Или в магазине? В магазине, конечно. Собачокс. 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 Очень мило. А выезжаете ли ведь? Балы начались. Да как на беду, Катенька моя. Захворала. Хорошо ещё натура крепкая выздоровела скоро. А то доктор боялся, что рецидив сделается. Рецидив, матушка. Да, рецидив, рецидив, всё равно. Ну и так. Позвольте полюбопытствовать, где же ваша комнатка, Марья Петровна? Покажите Катеньке. Пройдёмте. Не могу я наглядеться на вашу Катеньку. А графена Григорьевна в полном смысле слова красавица. Много милости, Дарья Семёновна. На свою Машеньку чаю спейте налюбоваться. Да, ведь мы говорили об ней с генеральшей Охлёбовой. Вот уж можно сказать, девушка в полном смысле слова. Ну да, а вы свою дому воспитывали. Всё при себе держала. А подумать, такие манеры, такая скромность, будто целый век в высшем свете жила. Да я уж тем довольна, что она с вашей Машенькой сблизилась. Вот поверите, в Петербурге мы живём, и моя Катенька всё лучше и лучше. Да у кого и перенимать, как мне у вашей Машеньки. Загляденье ваше от Маши. А на вашу Катеньку, думаете, не весело глядеть? Что за манеры? Какой бы она такая приятная. Какая ласка в разговоре. Загляденье подогнешься. И я вот только удивляюсь, как она у вас до сих пор не замужем. Женихов-то чай перечестнется. Ну да, конечно, есть таки. Четырнадцать генералов сватались. Генерал был, князь был один. Но только я свою Машеньку не неволю. Ведь, в общем-то, ей жить пусть сама выбирает. Однако ж вам, как доброй приятельнице, я скажу, сегодня свою Машеньку сговорила. Вот чудесный день. И я сегодня Катеньку сговорила. Ой, вы знаете, дочь моя выходит за богача. Да дело-то не в том, лишь бы человек был хороший. Вы знаете, такого золотенького Александра. Что? Моя Катенька обручены были давно, а нынче снова поручили. Порешили. Нет, Машеньку я сегодня сговорила. Нет, Катеньку. Нет, Машеньку. Нет, Катенька выходит за золотенького. Нет, Машенька. Катенька. Ваша Машенька, конечно, милая девушка. Однако ж где ей сравнится с моей Катенькой? Она хоть и не очень заметна, однако ж всем известно, что она ведь у вас кривобок. Что? Моя дочь кривобока? Да я вам прикажу раздельца перед вами. И вообще, а не с того ли вы взяли, что ваша-то дочь вся на вате? На вате, на вате. Потому что всем известно, что ваша-то дочь бегала за гусарским офицером, который посмеялся над ней, да и бросил потом. Гусар сам рассказывал. Ха-ха-ха. Вы смеете говорить мне? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А вы разве не знаете, что Маша-то кривобокая влюблена в итальянского певца? Срам смотреть на нее, когда в опере-то сидит. Люди-то все смеются. Ха-ха-ха. Да вы забываетесь! Да вы! Да я! Да я вас к себе пускать не велю! Наша дочь за нашего жениха не выйдет. Ваша просидит в девках Пока хуже не стало Уверен бы с вами не видеться Артисты ушли Давайте еще раз поаплодируем А наш вечер продолжается И нас ждет встреча С песнями, опаленными войной Приглашаем всех в зал воинской славы